Приветствую вас! Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Ну, вам же мой коллега, в принципе, ответил, Курмичёв, Игорь Леонидович. Вот, сказал всё по существу, добавить что-либо здесь достаточно сложно. Но, тем не менее, смотрите, ваша влюблённость, именно глобально, имеет под собой основание. Это определённая потребность в том, чтобы быть в паре. Это определённая нехватка чего-то. Я имею ввиду, что вам чего-то не хватает, стало не хватать по прошествии этого времени, что вы одна находитесь. И, соответственно, появляется потребность, появляется необходимость, да, собственно, как естественная, так и не очень. Например, естественно, потребность любого человека в том, чтобы быть среди лиц интересного ему пола. В вашем случае это мужчины, мужчины, ну, определённого типа мужчины, наверное, соответствующие вашей модели женского поведения. Важно, как раз таки, этот момент для себя понимать, что подрывность может быть и является скорее всего вполне нормальной, вполне естественной и адекватной. Но вопрос в том, как вы её реализуете. Реализуете ли вы её вообще? То есть, ну, делаете ли вы что-то для того, чтобы её вообще реализовать? Это первое. Второе. Второе. Игра Quiz, в которую вы играете уже три года, где каждый общайся со своей командой поговорить, там, с каждой сотрудниками, здесь команда нереально, то есть это вот такие закрытые получаются, ну закрытые ячейки получаются, да, вот это тоже не случайно, на мой взгляд, потому что мне показалось, ну ко мне пришла такая мысль, скажем так, так что есть у нас некоторые проблемы с коммуникацией. Возможно это не сказать, чтобы прямо очень сильно было выражено, да, прям выражено-выражено, нет, но какие-то вот сложности с коммуникацией мне кажется есть, я могу ошибаться, я не претендую на истину, вот, потому что одно дело, если вам нравится игра, она по себе, и вы просто увлекаетесь и так далее, это одно дело, люди в таком случае здесь воспринимаются просто как соперники по этой игре, не более того. Другое дело, если посредством игры вы, например, общаетесь с определенными людьми, это совсем другой момент, это нормально, и нормально, что вы в процессе игры, да, пересекаетесь с разными людьми, потому что игра, по большому счету, это основная такая вот площадка для формирования модели поведения. именно поэтому детям, собственно, детям так важно играть. В процессе игры зарабатываются определенные навыки. Вот. Ну, ваша игра работает вот таким образом, что общение только с определенными лицами и здесь противоречия. С одной стороны, вам, вероятно, хочется общения с мужчинами, как и любой женщине, вопрос в том, как это, да, какую направленность имеет. Вот. С другой стороны, вы как будто бы себя пытаетесь оградить от людей через вот эту игру, сами себе устанавливаете рамки определенные. сами пытаетесь влюбленность подавить. Говорите, нет, мне влюбленность не нужна, она мне вредит, она меня отвлекает, поэтому вы игнорируете то, почему она появилась. В контексте того, что вы не готовы делать шаги для знакомых и в контексте того, что ваша игра имеет вот некоторые ограничения на общение с окружающими. Ну, можно сделать такой вот вывод, да, предположить работу, такая вот гиботеза, выдвинуть гиботезу, что есть некое стремление к закрытости, есть некая такая вот, ну, некая может быть тревожность по поводу взаимодействия с людьми, есть некая закрытость, не помню того, как я сказал. Я или нет, это, это, вот, есть некая закрытость. Закрытость, судя по тому, что вы чувствуете, не является вашим естественным состоянием, является средством защиты. Потому что, если бы это было естественное состояние, влюбленности бы не возникло, тем более к знакомому человеку. Надуманность. Это проекция, то бишь, перенос. Перенос возникает тогда, когда некоторые чувства, не всегда желание, не обязательно желание, но некоторые чувства человека присваиваются другому. То есть, работает это примерно так. Я не чувствую себя защищённым. Или я чувствую, что моя жизнь пустая, в какую-то степень. Соответственно, я нуждаюсь в том, чтобы чем-то её заполнить. Я прекрасно знаю, что мне нужно для того, чтобы заполнить свою жизнь. Ну, чувствую. Я всегда знаю, чувствую, что мне нужно для этого. И когда я вижу это, когда я вижу человека, который может, может, как я интуитивно думаю, может мне дать то, чем я нуждаюсь, я автоматически начинаю присваивать ему какие-то плюсы. Я автоматически начинаю, условно говоря, думать, что он хороший, что он идеальный для меня и так далее, так далее, так далее. По факту. Получается, что делаю я именно так. И как бы это вот является перемёт. Вот здесь то же самое происходит. То есть, вы не просто так наделили этого человека теми характеристиками, которые мы наделили. здесь нужно проследить именно эмоциональный след, эмоциональный путь, эмоциональную историю. Она очень важна. Почему это важно? Опять же, почему это важно? Потому что это ваша эмоциональная жизнь, это ваш эмоциональный интеллект, кто вы и кто вы. да, это вот, как раз таки полнообла ваша жизнь. Дальше. Значит, не за 30 лет я одинок, несколько лет уже. Здесь имеет значение возраст какой-то, какое-то значение имеет возраст, то есть вы переживаете по поводу своего возраста, ну как правило, как правило здесь проблема в том, что достаточно сильно чувствуется какое-то социальное давление, давление на человека, давление социальных стереотипов, в том числе. Чувства, социальных. Вот. И, соответственно, как результат, как следствие, наблюдаются некоторые проблемы из-за этого. Значит, и то, что вы одна, несколько лет, во-первых, негативный опыт отношений, вот, может быть, страх бессознательный перед новыми отношениями. Иногда бывает не страха, что, ну, вроде, ощущения, что их нужно строить, опять же, реально, вот, тяжело, особенно, вот, человек очень старше становится, тем у него больше такое вот представление об отношениях, что это труд, что это тяжело. Иногда это действительно так, потому что, ребят, средственности, люди различаются именно вот такой искренности, именно такой вот естественности, когда отношения сами собой устраиваются, все пытаются подстроиться там под кого-то и так далее, и так далее. Надеюсь, что из этого что-то выйдет, ну, не получается. К сожалению, не получается. Вот. И это нормально. К подтвердя, что вам не получилось, это абсолютно нормально. Нормальная сторона. Вот. Вы понимаете, о чем идет речь? Значит, почему-то отношения ваши разбались, это нужно выяснить, почему они разбались, нужно исследовать, почему они, почему, ну, они как бы прекратились, почему они перестали быть, перестали существовать, существовать ваши отношения. Вот. И дальше уже, в принципе, будет более-менее понятно, да? Вот. То есть, да, обратите внимание на то, что вы директивы себе даете. Как мне перестать, там, вот, условно говоря, страдать по незнакомому мужчине, да? Прям все это отвлекает меня от дела. То есть, это, вот, вопрос об этом, как себя, ну, вырвать, вырвать у себя какую-то свою интенцию, какую-то свою, какую-то свою направленность, какие-то свои желания, как это все вырвать из меня. И, типа, все это мне не мешало. Но это же сейчас, правда, то, что вы чувствуете. Да, вам это не нравится, потому что вы находитесь в определенном расширении. То есть, ну, даже не в расширении, это неправильно, неправильно сказать, сказал, в конфликте. Да? То есть, вот, то, какое вы себя видите, и то, какая вы есть. То, какое вы себя хотите видеть, и то, какая вы есть. Это разное. Из-за этого происходит, вот, вот, бортовая речь. А, соответственно, напряжение, соответственно, ну, вам не очень хорошо. Вот. Ну, тут лично я здесь вижу страх какого-то выбора. Страх сделать выбор. Страх совершить, вероятно, неправильный выбор. Как будто есть правильный выбор. Вот. Излишняя строгость к себе, попытка рационализировать, там, что, явно, женщина вы не глупая, да, явно вы что-то, конечно, такая, думающая, скажем так. Вот. Соответственно, здесь иметь место быть рационализацией. Попытка, то есть, как-то вот объяснить, да, попытка всё рационализировать, попытка убрать число. Соответственно, через это мы приходим к тому, что вероятно, вы боитесь быть слабой, боитесь быть именно вот такой вот собой, потому что обойдет боль, которую вам причинили вот ранее. То есть, в прошлом опыте даже такая боль. Я понимаю, что сейчас говорю достаточно стереотипно, да, достаточно схематично. Вот. Там еще информации вы о себе предоставили довольно мало. И не хочу, чтобы вы думали, что это прямо единственная позиция, единственная гипотеза, нет. Не хочу, чтобы вы думали также, что это какой-то анализ, тоже нет. Это просто возможные варианты те, которые ведутся мне. Понятно, что ваша история, она другая, она, скорее всего, не походит на то, что я говорю, ну, хотя бы немножечко в чем-то где-то. Так что, без выявления, скажем так, без выявления желаний ваших, без принятия той части себя, которую вы получили, ну, вот, в процессе отношений, в которых вы находили. Не возможно ваши проблемы решить. Поэтому здесь, эм, такая вот, планомерная работа, обострение и разрешение ваших конфликтов. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.